ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, зрители! Мы сейчас переходим в соседнюю модель дома, которая называется Бока Гранде. Здесь застройщик достаточно популярный Тейлор Моррисон. Этот застройщик очень крупный, он застраивается по всей Америке. Кстати, в предыдущей модели я нашел отличие от других домов. Здесь нет, например, пентри на кухне. То есть помнишь, мы заходили, и там не было зоны, куда специально... Ну, в принципе, шкафчиков достаточно, и там все вместительно. Ладно, переходим к этой модели, к новой, Бока Гранде. Информация по этому дому. Он уже продан. Он сейчас только как модель используется. Стоимость его 650 тысяч долларов. Он тоже считается уже обновленный. Налог на этот дом 5500 долларов в год. Эйчуэй также здесь стоит 300 долларов. Гараж на две машины, вот можно его показать. Вот он здесь расположен, но сейчас там находится офис продаж. Естественно, когда жильцы будут заезжать, здесь все переоборудуют, перестроят под гараж, как и должно быть. В этом доме 4 спальни, 2 ванных комнат и 1 отдельный туалет. Дом тоже блочный. Первый этаж, второй этаж каркас, то есть фрейм. Пойдемте смотреть. Да, пошли. Мой ребенок не умеет читать. Как его научить? Мой ребенок делает ошибки при чтении и вообще не любит читать. Можно ли это исправить? Мой ребенок билинг. Как сохранить русский язык, если он растет в нерусскоязычной среде? Педагоги онлайн-школы Кицки готовы ответить на все волнующие вас вопросы. Кицки – это онлайн-школа по чтению и русскому языку для детей от 4 до 16 лет. Все занятия проходят на собственной онлайн-платформе, один на один с педагогом. На занятиях используется увлекательная игровая методика, поэтому ваш ребенок будет сам бежать на урок. А после занятия с педагогом ребенка ждет интерактивное домашнее задание, чтобы закрепить результат. В Кицке есть программы для детей, которые совсем не умеют читать, допускают ошибки при чтении. А также есть курс по грамматике русского языка для детей билингвов и мультилингвов. Первый пробный урок бесплатно. На нем вашего ребенка протестируют, подберут подходящий курс и ответят на все ваши вопросы по обучению чтению. А по промокоду RUFLORIDA скидка 10% на первый блок занятий. Ссылка на пробный урок в описании под видео. Кицки научат читать, подготовят к школе и помогут сохранить русский язык в любой точке мира. Моя какая дверь. Хорошая дверка. А мы заходим. Вау! Ты-то не был? Да, да. Мы заглянули, нам понравилось. Слушай, какое все белое, светлое, колонна. Бежевенькое такое, да, приятное? Да, да, да. Колонны сразу на себя внимание обращают. Так, пол, это плитка, которая сделана под дерево. Да, 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 видно. Тоже ничего так, да? Смотри, шторы! Вообще, кстати, вот такие шторы очень сложно найти здесь. Да, где они? Я думаю, это на заказ шили. На заказ, однозначно. Причем там еще вот второе окно. А теперь дальше, обрати внимание, из чего сделана стена. Что? Это налепили, да? Да, слушай, это... Я подумала, что это какие-то обои, а это просто кружочки сверху налепили специальные декоративные. И посмотри, как прикольно получилось, да? Да, красиво. Вот представляешь, если бы эта стена просто была вот так покрашена? Ну, да. Как бы смотрелось. Кстати, стены тоже, обрати внимание, здесь не попкорн, не апельсиновый корт. Да, практически гладкие, да? Не, они не практически, они прям гладкие. Прям гладкие, вот. Да, да, да. Не, ну как, вот смотри, ну она такая... Чуть-чуть есть? Да, да, да. Ну, это для нас это гладкая, слушай, да, здесь. А вот смотри, эта стена, она более ребристая, брати внимание. Да? То есть вот эту стену они выровняли, я вижу, да, вот эту именно. Ну, в общем, скомбинировали. Да. Скомбинировали, как смогли. Слушай, красиво. Ну, классно, второй свет мой любимый. Да, да, да. Вот так, здесь глухая стена, а вот с этой... С этой стороны можно смотреть с балкончика вниз. Колонны из чего сделаны? Колонны это пластик. Похож. Тук-тук, вы идите. Ну да, что бы вы его из кирпича, что ли, делали? Да, 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 да. Так, обеденная зона. Уютненькая такая. Вот здесь мне, кстати, вот сейчас из всех домов нравится, как поработал дизайнер. Тут все... Ну, тут нет мешанины в цветах, здесь как-то очень все выдержано. В золотых, бежевых тонах, да, белых цветах. Интересно, напишите, как вам такие цвета вообще, понравилась ли работа дизайнера. Да. Кстати, здесь есть плинтуса, смотри, сделали. Но они не по всему контуру дают. Да, да, да. А, смотри, наверху тут уже есть. Вот, обратите внимание, есть плинтуса. Так, в общем, это считается гостиная комната. Здесь, правда, я не вижу телевизора, не вижу. А, он, наверное, там. О, точно. Здесь еще дополнительная зона. Кстати, очень удобно готовить здесь и смотреть телевизор. Вот это я люблю. Да, да, да. Вот это они хорошо придумали. И даже там, если семья сидит или гости, тоже можно отсюда еду передавать. Уютненько. Ничего так продумали. Так, здесь вот. Наши любимые доводчики есть? Доводчики есть. Молодцы. А здесь нет. Не молодцы. Вы здесь сделали где? Мусорные корзины. Так, а это у нас... Слушай. Ты специалист, давай. Я специалист. Это под мрамор, но это жидкий камень, он сделан под мрамор. Как обман. Кстати, мне вот не очень нравятся вот эти разделенные раковины. Я тоже не люблю. Потому что неудобно мыть большую посуду. Да. То есть она может даже не помещаться, когда вот если она была бы объединена, то было бы лучше. Либо вот эту надо было сделать больше, да, просто? Да. Ну, смотри здесь, наконец-то мы увидели то, что хотели увидеть. О, ничего себе, первый раз. Сейчас, видишь, ты искал и нашел. Кто ищет, тот найдет. Смотри, здесь интересно. Стекло. Стекло сделано, да, не просто обычное. Да, не глухие стены, стенки, да. И смотри, как здесь еще есть плинтуса, помимо того, что у кабинетов, и плинтуса еще выше двойные. Кстати, неплохо смотрится. Да, да, ничего, нормально. Ну, вот микроволновка. Ага, да. Здесь. Причем такая обычная, стандартная. Да, да, да. Сейчас новый писк, они узкие вот такие. Да, да, да. Здесь, соответственно, комьюнити на электричестве. Хотя можно уточнить, может быть, здесь газ тоже предлагается. Да, да, да. Не знаю. Не, слушай, симпатично. Прямо все светленько, все аккуратно. Да, вполне себе. Давай, вот здесь пантря есть небольшая, кстати. Кстати, да, а там вот не было в той модели. Вот, ну, наши любимые полочки беленькие. Да, да, да. Зато там, по-моему, полок таких вообще не было. Там пантря не было, да? Не было. Вот. А полки там все, это, черные, деревянные, да, коричневые. Да, да, да. И смотри, как здорово, сколько здесь окон. Раз, два, три. Плюс здесь еще отдельный выход на бассейн. Это мы его повсегда надесер ставим. И еще вот пятая, то есть большая такая зона, которая... Да, ну, мы позже выйдем на балкон, а сейчас мы пойдем куда? А мы все ли здесь посмотрели? С первым этажом, да, закончим. Да, что мы здесь должны найти? Это мы... Давай еще. Так, здесь офис. Это как раз гараж, который мы показываем. Это мы будущий гараж. Да, мы закрываем. Смотрите, что мы видим. Я тебе сейчас покажу. Смотри, заходи. Вот, для собачки комнатка. Ты знаешь, а здесь... Нет, для собачки это хорошо. Ну, они так это видят. Но на самом деле нет. Это неправильная история. Ну, как мне кажется, потому что собака... Для большой ее выгнал туда и все. Ну, нет, собака, как правило, там где-то на кухне стоят. Около еды. Да, да, здесь они просто посолят. Я думаю, здесь все-таки для чемоданов, для, там, швабр, все. Ну, да, ну, да. Ну, как вариант. Кто-то кому-то и так может быть удобным. Так, здесь наши любимые. А это Pocket Door. Скажи, когда так она входит. Слайдинг тоже. Ну, а на вещь внутрь. А что такое Pocket Door? А это я не знаю. А вот... Напишите нам кто-нибудь, расскажите. Просто я помню, Надя говорила про такую, которая въезжает в стену. Она называется Pocket. Pocket. Надя, ты, наверное, будешь смотреть это видео. У кого-то из ушей кровь пойдет. Ну, ладно, пишите. Мы будем с вами образовываться. Так, в общем, здесь все закрывается. Отлично. Туалет. Половиночка. И на всем первом этаже здесь вот это одна и та же плитка. Заметь. Да. И вот как у нас в России, ковры постельные вот только в определенных зонах, а не полностью. Вот коврики. Так, значит, получается здесь сколько? Четыре спальни. Мы ни одну еще не нашли. Значит, все они на втором этаже. Пойдем? Let's go. Так, что мы видим? Так, перила в цвет ступенек. И хорошо, что уже нет ковролина. Это, значит, я смотрю, натуральное дерево. А здесь ковролин. Ну ладно, здесь еще прощаем. Главное, на лестницах ковролин это, мне кажется, как-то недопустимо. Но в старых домах часто встречается. Да, часто бывает. Так, вот вид, пожалуйста, какой мы наблюдаем. Второй свет. Конечно, эти окна быть интересные. Да. Здесь кондиционер. Да, шумит. Немножечко. О, смотри. Это хозяйская спальня. А, классно. Смотри, какая она интересная. Нестандартная. Вау, вау. То есть у нас со своей небольшой прихожей такой зоной. Представляешь, вот они это все монтировали. Да, да, да. Всю эту конструкцию. Да, да. Окна мне нравятся такие широкие. Большие. Большие. Цветло. И здесь светло. Вообще всякое. Вау, это светлое. Цвет приятный. Вот эту стену, посмотрите, продумали. Ты говоришь, это тяжело, да? Да. Выпиливать, выпиливать это все, клеить, красить. Клеить, затирать, потом это все красить. И еще по размерам подгонять. Вот эта зона, да, скажи, она в твоем представлении пользовалась ли бы спросом? Да, да, опять же. Непонятно, да? Все-таки мы за функциональность, да. И такая зона напоминает гостиничный тип. Да. Тоже в гостиницах иногда есть вот эти проемы, в которых стоят кресла и так далее. Ну, там понятно, как бы, да? А дома непонятно. Ну, мне как-то красиво, мне нравится, как-то уютненько. Но я бы тоже не знала бы, что с этим делать. Ну-ка, посмотрим гардеробную. Давай пройдем. Тоже шторки посмотри. Здесь они закрываются, они просто тебе прибиты, как в некоторых домах. А, вот, крыша, крыша черепичная. Это хорошо. Да, это хорошо. Так, ух ты, ну ничего себе, посмотрите, что поставили, чтобы удобно было одеваться. Ну, тут она совместная, получается, и для Мэй, и для Жо. Вот, и Луи Вьютон, пожалуйста. Как будто бы. Ну, сюда бы, наверное, все-таки больше Зара подошла или более бюджетной. Не говори. Вот мы будем снимать четырехмиллионный дом. Вот там, может быть, будем надеяться, что он нам понравится. Так, что у нас здесь? Ванная. Здесь полноценная ванная есть. В том, кстати, не было, помнишь? Акрил. В той модели не было. Да, да, там только душевая и все. Да, здесь, там были разные раковины, они в раздельных местах стояли здесь, вот, объединены. Так, ну, это тоже камень. Так что, для полочки, для полотенец. Да. Нашевая. Там туалет. Виточка такая прикольная. И отдельно туалет закрывается, что тоже хорошо. Отлично. Ну и что? Так, мы нашли только одну спальню. Идем дальше. Это хозяйская спальня. Да. Так, посмотрите, да, потолки какие интересные. И опять же, эти наши любимые плинтуса. Красиво смотрится. Красиво смотрится, закончено. Но в этом доме они подходят. Бывает, если более минималистичные дома, то там, может быть, а это все лишнее. Здесь они везде есть. Да, да, здесь подходит. Картины все в серо-золотых тонах, да? Да. Прикольно так выдержанный цвет стиль. Так, это вот ванная комната. Она как раз для двух спален. Или даже для трех. Да, смотри, даже в ванне все золотое, вот такое светленькое, бежевое. А плитка какая интересная. Видел такой, типа, сот? Да, да, да. Красиво. Кстати, обратите внимание, ну как у нас, мы шторы, если моемся, закрываем полностью. Здесь видишь, карниз. Ой, то есть карниз, все, гордина. Да. Гордина. Гордина, да, короткая. То есть ты не сможешь закрыть полностью. Почему? А это уже не в первом доме, кстати, встречается. Это, ну, они делают это как декор. Да. А вы потом ставите пленочку. Так, это вот детская. Ух ты, шалашик какой прикольный. Вот смотрите, опять одна стена. Это что? Это обои. Обои такие прикольные детские, да. Вот стык вижу. Стены ровные за то, что радует. Да. Здесь вид. Ну, такая маленькая комната. Прикольная, прикольная. Ну, небольшая, да. Небольшая. А что тут? Здесь гардеробная. Гардеробная. А, вот так вот. Слайдинг. Слайдинг. Дор. Дор. Да. Так. Давай следующий. Вот. Вот еще одна детская. Для девочки. Даже вот одежду даже повесили. Смотри, какие молодцы. Чтобы все понятно было. Смотри. И они фактурные, то есть потрогай их. А, если потрогать, то они выделяются, да, вот эти полосы. А, наоборот, ага, прикольно. Слушай, да, вот это мне нравятся такие обои. Как объемные получаются. Да. Тоже такая светленькая, светло-розовая, ну, такой приятный цвет для девочки. Так, здесь какой-то сделать. Здесь шоу-рум, на самом деле, смотри, нам опять повезло. А, точно, что можно выбрать. Но это уже, естественно, не в этой модели, а если вы хотите новый дом строить, который сейчас предлагают за 500-550, да? Да, 550. Только два лота осталось. Вот вы можете выбирать материалы. Ну, нет, пожалуйста, не надо карпит. Только не карпит. Понятно. Ну, вот это очень тоже простые, уж, ну, очень простые фасады. Это для кухни. Уж лучше вот серенький или беленький. Так, а что тут еще есть? А, ну, в общем-то, это спальня должна быть. Ну, да, спальня. Они сделали шоу-рум. Пока время. Так, это тайл-плитка. Вот это я точно знаю, это гранит. А, ну, в общем-то, и написано гранит. Угу. Ну, в общем, это получилось у нас четвертая спальня. Все нашли. Да, и, как вы заметили, здесь две ванны. Угу. Ну, то есть вот эти три комнаты разделяют вот эту одну ванную. Как вы думаете? Три комнаты разделяют одну, считай, вот раз, два, три, трое детей, и они делят вот эту вот ванную. Ну, тут, конечно, есть две раковины хотя бы, но, ну, мне кажется, хотелось бы хотя бы половинку еще, да? Ну, да, или, как мы видели, когда три спальни рядом, у одной спальни обязательно своя отдельная ванная комната, а у двух спальни, вот, как здесь, отдельная ванная. Да. Ну что, идем десерт смотреть? Да, да, идемте вниз смотреть самое интересное, что там на улице нас ждет. Ну, он же без бассейна. С бассейном? Да. Да, да. А стоит дешевле. Угу. Так интересно. Ну, он по метражу меньше. Ну, мне кажется, бассейн не включен в стоимость. Ну, почему? Мы спрашивали модель. Мы спрашивали модель, да. А, она сказала, что 50 тысяч. Ну, он поменьше, действительно, он просто поменьше, поэтому, видимо, так. Вот бассейн, ну, он небольшой, но не закрытый, но, как говорится, лучше, чем ничего, правда ведь? Да, да, да. Так, тут идут работы, может быть, немножко не слышно. Соседний дом делают, вот уже доделаны вдалеке, без забором. Так, что у нас? Хорошо, это защита от детей. Да, чтобы дети на вас не нападали. Да, да. Так, здесь вот небольшая, на самом деле, зона такая, где можно отдохнуть, посидеть. Нужно пожарить, куда вы здесь поставите? Да, да. Да, посмотрите, вот здесь окна, да, с этой стороны стекла, то есть, где поставить, получается, только вот здесь немножечко. Совсем небольшую такую летнюю кухонку. Ну, и запах может весь в дом и тянуть. Да, немножко вот здесь минус, да, скажи. Да, 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 да. Все-таки должны быть недочеты, не все же мы должны ходить и радоваться к всему. Ну, слушай, цена по нынешним меркам за Винтерпарк, за новый дом, я считаю, вполне себе оправданная. Рыночная. Нормальная. Будем брать. Ну да, да. Ну что, будем заканчивать? Да. Да. Подписывайтесь. Да, хотели напомнить, что Юля проанализировала свой канал, там небольшие трудности с продвижением, получается, из-за того, что многие смотрят обзоры домов, но, к сожалению, не все подписаны, поэтому это затрудняет дальше продвигаться к каналу. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на Юлин канал и продолжайте смотреть обзоры. И также что-нибудь пишите в комментариях, понравился ли вам дом, какой из этих домов вам больше всего понравился, какие вы видите минусы, а также подписывайтесь на канал Миши, у него тоже есть видео-обзоры домов, которых нет на моем канале, и еще много-много чего интересного. А ссылка будет в описании. Пока-пока. Пока. С развитой инфраструктурой. И школы с высоким рейтингом, и кафе, и рестораны. Пу-пу-пиду. Давай еще раз. Да. Кстати, в предыдущем видео... Это достаточно крупная сетка по всей Америке. Этот застройщик здесь застраивает Тейлор Моррисон. Тейлор Моррисон. Видео. ЭВАЙZA. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...